Всем здравствуйте! Я очень рада всех вас видеть, очень рада новым подписчикам. Сегодня будет видео о покупках одежды. Это такие базовые вещи. Я, конечно, стараюсь, предпочитаю покупать именно базовые вещи, потому что их легко комбинировать, легко сочетать друг с другом. Но при этом я очень люблю вещи ярких оттенков. Они у меня идут. И пасты я покупаю именно еще и яркие вещи. Конечно, сочетать их уже довольно-таки сложно. Это должен быть какой-то определенный образ и определенная какая-то модель. И яркая вещь является таким своеобразным ярким пятном. Сегодня хочу рассказать о покупках. Делала я их в магазине Brown. Вот так он называется. И это немного мятые вещи, но прошу прощения. Просто вот купила и решила все заснять. Это футболка. Это обыкновенная футболка. Она такого очень приятного вклопка. Выводка такая интересная. Она на вид немного как бархатная. Вот такого темно-чернильного цвета. Он как бы и синий, и в то же время темно-фиолетовый. Вот такой вот оттенок. Обыкновенная футболка. Внизу здесь вот обычная резинка проходит. Но настолько этот органический хлопок приятен к телу. Очень приятное ощущение. Настолько она мягкая, комфортная, удобная. Ее вообще не хочется снимать. Но я тоже считаю, что это такая базовая вещь, которую можно сочетать и с шортами, и с брюками, и с джинсами, и с юбкой какой-то. Также одеть ее под пиджак, под какой-то кардиган. И будет она смотреться всегда хорошо. Может быть сейчас по цвету. Но она понравилась. Это тот же органический хлопок. Это вот такая толстовочка. Самое интересное, что впереди проходит двойной слой ткани. Такая вот здесь подкладка даже есть. Из-за этого она смотрится более плотно. Такая выработка тоже красивая. Отличная выработка у материала. Компания ЗАЙТО. Я так понимаю, это какая-то немецкая компания. Я покупала все на скидках, поэтому цены, допустим, цена была 50 евро. Я купила ее за 13, по-моему. Такая была хорошая скидка. Ну и такой яркий желтый акцент. Конечно, он больше на весну, на такое время, на теплое время года. Но я думаю, что и зимой он меня будет согревать. Такой яркий, солнечный цвет этой толстовочки. Он очень-очень-очень будет поднимать настроение. Еще покупки. Эти покупки были сделаны в магазине КОС. КОС. Магазин КОС это тот же H&M, только более высокого качества вещи, более... Тоже значительно, я считаю, что... Но когда там скидки, вот, допустим, 50%, то можно купить. Вот рубашка модная. Здесь вот такой рукав. Она очень хорошо... Сзади у нее вот такой вот тоже двойной слой. И здесь она вот расширяется. Это чистый хлопок. Вот такая футболочка со скидкой. Цена была 59, со скидкой 50% носами, с брюками, с какими-то шортами. Хорошо она сочетается. Платье обычно в моделях КОС очень редко найдешь облегающие какие-то силуэты. Там в основном все какое-то расширенное, трапециевидное, прямое. И когда я увидела вот это платье, оно, конечно, очень длинное. Оно почти в пол. Его надо носить соответствующе на каблуке или хотя бы на танкетке. Вот такой вот здесь вот рукав, летучая мышь. Он три четверти, приятный материал. Это хлопок, но у него вот такая интересная выработка. Посмотрите, он как переливается, как сатин, как будто есть какое-то добавление какого-то шока. И здесь вот такой вот ремешок. Тоже отличное, я считаю, платье с джинсовой курткой, с курткой кожаной, сапоги какие-то, ботильоны. Прекрасный образ. И я считаю, что такое платье всегда нужно в гардеробе. Его можно одеть и на работу с дополнительными соответствующими аксессуарами. Если же вы куда-то вечером собираетесь, можно сменить аксессуары. Взять более маленькую сумочку, какую-то, может быть, даже яркую. Взять несколько ярких украшений. И все. И вы готовы к выходу куда-то на вечер в ресторан, в гости, в свет, в театр. В любое праздничное интересное место. Вот. Зна была 89 евро. Я купила вот со скидкой 50%. Вот это были покупки. Эта часть будет еще продолжение. Мои покупки понравились. И делитесь с комментариями, кто что приобрел на эту осень. И какие покупки вас очень порадовали. Особенно, когда вы купили что-то по очень приятной цене. Бах у меня акция. Кто будет спрашивать. То есть, это блеск Estee Lauder в оттенке 02 Percolore Move. Лак. Жидкий лак такой. Надеюсь, вам мой обзор был интересен, полезен. Если так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok